Это уже история, которая длилась почти два года, пока на одной из самых оживленных главных транспортных артерий в Кобринском путепроводе автомобильная жизнь бурлит, и не переставая под мостом, звучат поздравительные речи. Сегодня для брещан очень важное и без доли преувеличения долгожданное событие – торжественное открытие Кобринского путепровода после длительной реконструкции. Благодаря завершению ремонтно-строительных работ Кобринский мост, разделяющий город на две части, получил второе дыхание. Стоимость сметная была более 20 миллионов белорусских рублей. Благодаря тому, что строители, которые присутствуют здесь, это ДСТ-4, которые основные работы производили здесь, за счет уменьшения сроков удалось сократить и сметную стоимость. Но она также немалая – более 19 миллионов рублей. Эти средства, я уверен, бюджетные средства, которые направлены на этот объект, они окупятся в троицу и будут хорошим подарком в тысячелетию. Событие значимое, потому неудивительно, что собралось большое количество гостей. Среди участников, конечно, строители. Их так или иначе можно назвать создателями уникального моста. Это люди, месяцами решавшие сложнейшие инженерные задачи. Они строили инфраструктурный объект, которым сегодня может по праву гордиться каждый брещанин, ведь сооружение соответствует всем европейским стандартам. Еще лет пять назад реконструкция Кобинского путепровода казалась чем-то очень неизбыточным, а уж тем более в таком формате. И когда мы к этой теме подошли, внимательно обследовав тот старый путепровод, мы поняли, что это уже ситуация, ну просто аварийная практически. Поэтому благодаря, прежде всего, главе государства, который этот объект включил в распоряжение по тысячелетию, у нас получилось забить, как говорится, вот это финансирование. Деньги областного бюджета. Ну и, конечно, самая сложная была тема, она сегодня озвучала, это каким образом сделать мост, не перекрывая движение. И то, что сделали здесь наши генподрядчики и субподрядчики, это просто подвиг. Работы на объекте велись при движении, постоянном движении общественного транспорта и автомобильного транспорта. Причем интенсивность транспорта в отдельный период доходила до 30 тысяч автомобилей в сутки. Безусловно, это откладывало отпечаток на вопросы, связанные с решением организационного характера и техническими задачами. Мы поставили задачу как можно меньше создать неудобств пользователям, которые приезжали по этому объекту в процессе реконструкции. Ну и, разумеется, в любом случае сокращение сроков строительства, это экономический эффект, который здесь достигнут был благодаря именно этому. Благодаря нормальному, считаю, достойному отношению всех, кто работал на этом объекте. Почетное право разрезать красную ленту и открыть движение по просторному подземному переходу было предоставлено помощнику президента Беларуси по Брестской области Анатолию Маркевичу, губернатору региона Анатолию Лесу и мэру города Александру Рогачуку. Коротко о том, что изменилось кардинально. Во-первых, увеличилась пропускная способность. Сейчас в каждом направлении по три полосы отдельные для общественного транспорта. Внизу моста пешеходный тоннель, оборудована безбарьерная среда, предусмотрена парковка. Кстати, Кобринский путепровод еще эффектнее будет смотреться в вечернее ночное время. Дорога под мостом будет подсвечиваться ярким сине-фиолетовым светом. Такое решение было принято не случайно. Признаюсь откровенно, это будет общий тренд теперь и дальше. Точно так же мы красиво хотим подсветить и западный обход нашего города. И при реставрации прежних мостов, которые есть, мы тоже будем делать такую современную европейскую подсветку. Очень удобно теперь будет людям с этим подземным переходом. Очень удобно будет и то, что многие машины будут уходить сразу направо, сюда на нефтяную. Соответственно, перекресток бульвара-космонавтов будет менее загружено. Самое важное, что объект сдан на несколько месяцев раньше без ущерба качества. Мы говорим о великолепии и уникальности сооружения. Все это создали обычные рабочие. Первые отзывы от автолюбителей, пешеходов и велосипедистов не заставили себя долго ждать. У меня нет машины, у меня только вот такой. Поэтому вот это я оцениваю, переход у вас. Потому что очень важно, проще добираться в эту часть города. Я впечатлена изменениями, которые внесены. Это, во-первых, разгрузит полностью город, во-первых, расчистит нашу, так сказать, территорию и станет более комфортно для людей. Перейти, да, конечно, удобнее. И машинам удобнее, не надо стоять, да, светофора нет.